Здравствуйте! На государственном телевидении Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Из жизни ушел великий мастер Кароке Бабджан. Скончался легендарный командос генерала Аркадий Тертадевосян. Заявление Армена Кабра Амяна оппозиции защитника прав человека Армана Татуяна. Мобильные поселения для миротворцев в Арцахе и Сесяне будут готовы к 5 апреля. Гамлет Петросян. Азербайджанский вандализм – составная часть глобальной политики истребления армян. Сенатор США призывает полностью исключить Турцию из программы F-35. На территории древней крепости Мецамор запланированы раскопки в сентябре этого года. С горечью сообщаем вам, что в Ереване скончался директор-учредитель Союза армянские черные пояса, почетный консул Арцаха в Ливане, представитель Федерации кунг-фу Ближнего Востока, великий мастер Кароке Бабджан. Следует отметить, что состояние здоровья мастера Каро за последние дни резко ухудшилось из-за заражения коронавирусом. Кароке Бабджан внес огромный вклад в образование и физическое воспитание молодежи как в Ливане, так и в Арцахе и Армении. Президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян выражает соболезнования родным, близким и друзьям своего учителя. В своей речи президент Абрамян вспомнил их путь с великим мастером с 1970-х годов. Кароке Бабджан стоял у истоков создания вооруженных сил Армении. Всю свою сознательную жизнь посвятил себя защите прав армян. Воспитал и обучил несколько поколений для армянских вооруженных организаций. Он особо подширкнул необходимость расширения вооруженных сил Западной Армении. Он всегда был полон новых проармянских идей. Последняя наша встреча состоялась в Ереване в октябре прошлого года, во время 44-дневной войны в Арцахе. Верный своей сути, мастер снова создавал новые программы, указывая на новые решения, которые положительно повлияли бы на армян, Армении, Арцаха и Западной Армении. Его вклад в город Шуши должен быть написан золотыми буквами в сердцах тех, кто вновь освободит героическое гнездо в Шуши. Покойся с миром, мастер! Напомним, что мы представим дополнительную информацию о времени и месте похорон Кароке Бабджана. Сегодня, 31 марта, в возрасте 81 лет, скончался генерал-майор Аркадий Тертадосян, известный как Командос. Несколько дней назад легендарный командир был доставлен в больницу Элебуны в критическом состоянии. Государственное телевидение Западной Армении выражает свои искренние соболезнования семье всеми любимого командоса, а также родственникам и всем армянам. Покойся с миром, командир! Представляем вам заявление защитника прав человека Армении Армана Татуяна о неприемлемом методе определения новых границ с Азербайджаном с помощью GPS. Татуян считает, что права жителей соответствующих регионов нарушаются. Президент Арменак Абрамян напоминает, что позиция Армана Татуяна является законной на уровне международного права, что действия Турции и Азербайджана являются преступлениями, которые необходимо пресекать против армянского населения. Пришло время армянам всего мира встать на защиту территориальной целостности всей Армении, включая Республику Западная Армения. Полная версия статьи доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. Мобильные поселения российского миротворческого контингента в Арцахе будут запущены не позднее 5 апреля, а мобильный госпиталь для миротворцев откроется в конце апреля. Об этом, по данным Минобороны, сообщил журналистом заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Он принял участие в церемонии открытия еще одного блочно-модульного поселка на 250 миротворцев Степана Керти. В таких поселках каждый жилой модуль работает по замкнутому циклу. На сегодняшний день мы завершаем строительство 25 таких поселков, монтаж, эксплуатацию и наладку оборудования. Все они будут сданы в эксплуатацию не позднее 5 апреля, то есть будет задействован весь наш контингент, сказал генерал армии. Международное сообщество умыло руки и отошло в сторону. Об этом Ньюсэм сообщил археолог, культуролог, доктор исторических наук профессор Гамлет Петросян, касаясь разрушения еще одного памятника в Шуши. Международным организациям об этом пишут, отправляют отчеты, предупреждают, но результата нет. К сожалению, армянское общество сегодня не является самостоятельным фактором в сохранении своего наследия, говорит культуролог. Господин Петросян подчеркивает, что сегодня нам грозит не только потеря нашего культурного наследия. По словам профессора, вопрос в том, есть ли армяне или нет, а вандолин памятников – одно из проявлений нашей несостоятельности. А Азербайджан, по мнению профессора, проводит четкую политику. У него есть работающая машина, которая работает против армян. Он нацелен на уничтожение Армении в целом. Армяне должны найти силы на самоорганизацию, лидера которой будет думать и предпринимать шаги, подчеркнул он. Сенатор США призывает министра обороны США Ллойда Остина исключить Турцию из программы невидимых ракет F-35 из-за покупки систем противоракетной обороны С-400 у России, заявив, что в противном случае такие страны, как Индия, сделают аналогичные закупки, сообщает PTI. Медленное удаление F-35 из цепочки поставок в Турцию – неправильный сигнал для таких стран, как Индия, которые рассматривают возможность таких закупок, заявил сенатор Джеймс Лангфорд в письме Остину. «Соединенные Штаты должны продолжать призывать союзников и партнеров отказаться от российских технологий», – сказал он. «Но если мы воздержимся от принятия на себя полной ответственности за Турцию, позволив ей продолжить производство деталей, мы дадим понять Индии и другим партнерам, что такое поведение приемлемо или, по крайней мере, не имеет последствий», – написал Лангфорд. В сентябре в древней крепости городища Мацамор будут проведены раскопки. Раскопки, запланированные по инициативе ГНКО «Историко-культурный заповедник Музей службы охраны исторической окружающей среды», предусматривают сотрудничество армянской экспедиции с польскими специалистами. В беседе с корреспондентом Армен Пресса, руководитель армянско-польской экспедиции по древнему памятнику, ученый-секретарь ГНКО, доктор исторических наук профессор Ашот Пилипосян, сказал, что по предварительной договоренности польские специалисты посетят Армению в мае и начнут подготовку к раскопкам. «Если эпидемическая ситуация усложнится, наши партнеры не смогут приехать, мы начнем работать только с армянскими специалистами», – почерпнул он. Касаясь посещений в этом году медзаморского историка археологического заповедника Музея Пилипосян заявил, что только в марте их было столько же, сколько за весь 2020 год. Большинство из них были туристами из России. Древняя крепость городища Мацамора – один из уникальных памятников мировой культуры. Он находится в 35 километрах к юго-западу от Еревана, недалеко от села Тароник, на берегу реки Мецамор. Далее для вас ансамбль «Зартонг» «Бостан им дыри». Музыка «Бостан им дыри» Музыка «Бостан им дыри» Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего.